Решись, это твоя возможность. Для каждого своя карта с кредитной линией до полутора тысяч евро. Для ярких будней. SavoCard.LV Микс Ньюс Пусть в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Итак, наш гость пришел, и мы уже говорили об этом до перерыва музыкального. Это советник министра финансов Даны Рейзницы Озолы по стратегическим вопросам Юрий Спиридонов. Добрый день. Доброе утро. Да, и может быть несколько слов сначала традиционно, что наши радиослушатели вот на нашем сайте могут ответить на вопросы нашего, если так можно сказать, короткого такого блица опроса. Нужно ли менять налоговую систему в Латвии? Есть варианты. Да, нужно вводить погрессивный налог, лучше ничего не менять. Второй вариант. Третий вариант. Надо повышать необлагаемый минимум. Будет интересно узнать ваше мнение. 6212-939, телефон прямого эфира, можете звонить, задавать свои вопросы и видеочат. Еще одна возможность задать вопросы нашему гостю. Доброе утро. Доброе утро. Да, но осталось всего несколько дней в этом году. Можно итоги подвести с точки зрения финансовой системы и бюджета. Как вам этот год? Это сложный год, с учетом того, что развитие замедляется, не только в Латвии, а во всем мире. То есть тут мы не единственные, да? В Европе пока не мере, да? Нет, мы даже в каких-то показателях находимся в очень хорошей позиции. Например, европейские фонды, которыми мы очень недовольны. Латвия находится на третьем месте в Европе по полученным финансовым средствам. Это очень странный показатель, поскольку мы очень недовольны тем, что у нас не приходят европейские фонды ни в строительные отрасли, ни в другие отрасли. Но, тем не менее, мы находимся в тройке. Почему так происходит? Наверное, потому что бюрократия и какие-то сложные процедуры – это не проблема только Латвии, это проблема Евросоюза в целом. И поэтому эти деньги действительно очень медленно доходят до той точки, где они нужны. Другой момент – это то, что, конечно, если оценивать год, ну, скажем так, до ноября, можно сказать, что удалось выполнить основные цели, удалось держаться в рамках обещания не повышать существенно основные налоги, то есть налог на подоходные налоги или налог на добавленную стоимость. Они не будут повышены в следующем году, можно сказать. Они не будут повышены в следующем году. И это действительно достижение в том плане, что мы не в последнюю ночь принятия бюджета не придумали новый налог на солидарность, как это было в прошлом году. Мы не изменили какие-то существенные правила игры, которые, скажем так, все узнали бы в самый последний момент. Но я говорю о ситуации до иноября. Как вы знаете, ноябрь-декабрь нам принес более обширную дискуссию по поводу налога на микроприприятия. В общем, надо отметить, что справились с задачей и проблему, которая в 2015 году была создана, решили. Но, безусловно, такие решения в таком темпе приняты. Они, конечно, имеют влияние на рейтинг правительства, на доверие к правительству. Это мы понимаем. Так что неоднозначный год в целом удалось многое. Например, удалось в этом году сократить очень существенные расходы на заемные средства. То есть провели программу передекредитования, получили деньги по самым низким историческим ставкам за всю историю Латой. Мы сократили в связи с этим расходы на больше, чем 20 миллионов евро. В следующем году здравоохранение плюс 60 миллионов, образование плюс 50 миллионов. То есть приоритетные отрасли получают больше. При этом существенного изменения налоговых ставок в целом нет. Ну, то есть в целом положительный. Этот момент в декабрь, конечно, не самый положительный месяц. – Скажите, пожалуйста, вот и политики, и в обществе давно говорят, и идут дискуссии по поводу того, что налоговая политика должна быть долговременной, потому что именно поэтому, собственно, не идут сюда инвесторы. И вот мы говорим опять о тех же европейских фондах, которые на самом деле, они просто притекают к нам, но они не действуют, не влияют на развитие экономики в глобальном таком масштабе. Есть ли какие-то шансы того, что вот у нас установится какая-то налоговая политика, которая на самом деле, как говорят, должна быть привлекательной для инвесторов, и чтобы сюда приходили люди со своими капиталами, создавали какие-то предприятия, ну и наша экономика начинала бы как-то активно вообще преобразовываться? – Ну, скажем так, инвесторы приходят в страны не из-за налоговой политики. Это очень редко, но это такие своеобразные инвесторы выбирают именно налоговую политику. Основные критерии – это инвесторы, которые обычно не нанимают много людей, и которые вращают финансовыми потоками. Таким инвесторам, естественно, важно, сколько у них налог на прибыль. Это единственные критерии, почему они перемещаются в одну или другую страну. Если мы говорим о таких, скажем, более нормальных инвесторах, о которых мы хотели бы говорить, то налоговый вопрос, мы как раз говорили недавно с агентством по инвестициям, это пятый, шестой вопрос, который они вообще задают. И в целом… – А первый? – Первый – это люди. Есть ли у нас достаточное количество образованного персонала? Есть ли у нас помещение, есть ли у нас инфраструктура? Какой, скажем, общий режим предпринимательской деятельности в стране мы имеем? – Процедура потёжеспособности и так далее. То есть, вот это основной комплект. И люди – это номер один. У нас постепенно создаются проблемы с тем, что если мы хотим открыть или колл-центр, или какой-то большой производственный объект, и нужно срочно набрать, предположим, 500 или 1000 людей, несмотря на то, что у нас вроде как статистические люди есть безработные, набрать 1000 людей сразу, определенные квалификации в Латвии сложно. – Но ещё тогда как под вопрос на эту тему, поскольку ни для кого, ни для секрет, не секрет, что продолжают люди всё-таки уезжать, поскольку они вот такой замкнутый круг получается. То есть, профессионалы не могут найти себе применение достойного оплаты здесь в Латвии. А с другой стороны, вы говорите, что люди, которые готовы здесь открывать какие-то предпринимательства, предприятия, они не могут найти профессионалов. И это касается не только, может быть, каких-то очень таких серьёзных предприятий, но, может быть, даже вот такие профессии, как я знаю, очень востребованные, как сварщики, что-то ещё. Вот у нас нет таких профессиональных, очень хороших специалистов. Но не в таком количестве, может быть? – Конечно, просто, наверное, нужно понимать то, что мы, находясь в Европейском Союзе, какое-то время в любом случае будем зарабатывать меньше, чем в Англии. И это нужно понимать. И поэтому вопрос только, насколько больше платят в Англии, чем в Латвии. И как только эта разница сократится до какого-то определённого минимума, когда человеку всё-таки лучше остаться дома, с семьёй, с детьми, в знакомой ему среде, чем получать, условно говоря, на 30% больше в чужой стране, то этот поток, конечно, будет сокращаться. Но пока, безусловно, проблема не в том, что нет работы, а проблема в том, что за одну и ту же работу в Латвии… Тогда это будут британские цены. И я думаю, что нужно связывать одно с другим. Вы задали очень правильный вопрос по поводу долговременности налоговой политики и такой долгосрочности и планируемости. Полностью согласен, обязательно. Для того, чтобы… Это даже не связано с инвесторами, которых мы где-то ждём, и которые придут. Это связано, прежде всего, с людьми, которые здесь уже работают. Они должны знать, что произойдёт в следующем году, через год, через два. И наша цель в апреле – представить документ, который будет определять движения на следующие 2-3 года. Долговременная или среднесрочная стратегия налоговой политики, где мы не будем говорить о том, что уже в 2018 году нужно всё поменять или в 2019 нужно всё поменять. Мы обозначим изменения, которые могут происходить в течение 3-5 лет. Вот в контексте вот этого уже прозвучали какие-то первые комментарии, что же там может быть к апрелю. Вряд ли мы изобретём велосипед и предложим то, что ничего в мировой практике не было. И я так понимаю, что где-то министр, разница Озова, говорила о том, что надо будет вводить какие-то элементы прогрессивного налога. Что это может быть? Это больше в ту сторону, что будет определена какая-то сумма. Я не знаю, сейчас я говорю абстрактную, не знаю, 1500 евро или 2500, или 2500 евро, с которых будет брать больше подоходный налог. Или будет в ту сторону, что просто будет увеличиваться для определенной категории, те, кто получает мало, условно говоря, маленькие заработные платы, будет увеличена необлагаемым минимумом. В какую сторону будет? В сторону необлагаемого минимума, поскольку мы не готовы, определённо не готовы заниматься тем, что сказать, что в Латвии 1500 евро – это большая запада, богатый человек, и поэтому нужно с него взять какие-то дополнительные деньги. Мы к такому разговору вообще не готовы. И наша задача, первоочередная задача – это обеспечить больший доход для людей с низким доходом. Вот мы знаем, что есть такая вот, условно говоря, американская система, у которой, как вы знаете, там они фактически за год считают, и потом списывают, как они говорят в простонародье, списывают часть налогов, и у них они списывают, если они платят кредиты, это сумма, которая дается в кредит, считается, что это не их деньги, они должны отдать, условно говоря, банку, там, не знаю, за дом или за что-то. Это выводится из налогообложения. Потом, естественно, смотрится, сколько иждивенцев в семье, сколько детей, то есть вы правильно сказали, потому что 1500, вроде бы, для многих это звучит и большая сумма, но если, не знаю, там в семье 3-4 ребенка, то это уже совсем небольшие деньги, мягко говоря. Да, но вы знаете, Америка в этом отношении интересная страна. В Америке то, что мы, наверное, забываем, мы находимся где-то на перепуте, мы вроде как двигаемся в скандинавскую систему, когда у нас очень много систем социального страхования, медицины, образования и так далее. Америка в этом отношении показательна. Да, определенные ставки налогов будут меньше, но декретный отпуск будет 3 месяца, у них не будет выходных, облачиваемый отпуск 2 недели, никакой медицинской страховки, если это специально не оговорено договором, партнер медицины. То есть сам должен покупать, да. Да. Это система, это страна, вспомним, это страна иммигрантов, люди, которые сами о себе заботятся. То есть в Атвии, к сожалению, мы находимся в каком-то таком переходном состоянии, в зависимости от решения правительства мы поднимаем такое общее настроение, что мы уже готовы о себе заботиться, потом, как только какое-то время проходит, мы тоже хотим бесплатную медицину, бесплатное образование. Это проблема переходного общества, нам нужно самим определиться всем вместе, что именно мы хотим, сами о себе заботиться, или чтобы государство обеспечивало максимальное количество услуг. Проводим соцопросы регулярно и видим, что с одной стороны люди не хотели бы платить налоги и оправдывают тех, кто эти налоги не платит, но с другой стороны хотят получить как можно большее количество бесплатных услуг от государства. Это проблема, которую нам нужно решить. То, что они совпадают. Если бы эти два ответа были в одну сторону, было бы легче принимать какие-то решения по налоговой политике. А ситуация с микропредприятиями, о которой много говорили в последнее время, ведь на самом деле надо понимать, наверное, что те микропредприятия, которые не как бы под эгидой работали, а работали действительно были микропредприятиями с небольшим количеством людей, да, и что-то сами себя обеспечивали работой, и, собственно, ну как бы отчасти выполняли государственную задачу. И сейчас вот, я понимаю, там снижен налог вообще до 5%, с другой стороны работодатель должен платить достаточно большую сумму, так или иначе, это, я думаю, приведет к тому, что часть этих микропредприятий просто исчезнет. То есть опять возникнет категория людей, которые будут заниматься поиском работы, и вполне возможно они предпочтут, вот как мы в самом начале говорили, поехать в страны не очень отдаленные, да, но во всяком случае зарплаты, пусть за неквалифицированный труд, но кратно больше, чем у нас. Вот это кто-то подсчитывал вообще, кто-то предполагал, прогнозировал. Тут мне немножко, это серьёзная тема, но хочу начать с несерьёзный ответ, это, видимо, праздники на всех сказались, именно это как раз отменено. Именно то, что вы сейчас в вопросе обозначили, именно это правило как раз и отменено. То есть расскажите нам, как сейчас микропредприятие будет существовать? Налог 15% и отсутствие требования по минимальным социальным взносам. Если предприятие работает с очень малым оборотом, до 7000 евро, то в первый год, в следующий год, налог на обороты будет 12%. До 7000, да. Да. И если мы сравниваем это с тем, что было до этого, то налог на предприятие, предположим, с 7000 евро оборотом и одним сотрудником, он мог бы достичь 30-40%. Именно поэтому в декабре, несмотря на то, что это не очень популярно, что-то делать в декабре с налогами, мы приняли решение это делать, для того, чтобы таких ситуаций избежать и дать возможность людям работать. Ну и там было говорено, что это в перспективе всё равно будет решаться, пересматриваться этот вопрос. То есть это временно такая стабильность, которая возникла в интернете? Дано задание в целом решать вопрос социального обеспечения, но я не думаю, что мы готовы вернуться к вопросу возобновления в полном объёме того же самого, о чём шла речь в дискуссии микроподприятия. Нам нужно вернуться к общему режиму, потому что и в общем налоговом режиме работают люди на неполную ставку. Нужно понять, как работать в этом случае. То есть будут определённые случаи, когда люди скрывают свои доходы, и будут случаи, когда это оправдано, когда люди с определёнными проблемами здоровья или какими-то другими проблемами, они, к сожалению, больше работать не могут. Поэтому это довольно сложная задача, которая перед Министерством благосостояния поставлена, как вообще обеспечить в долгосрочной перспективе социальный бюджет, стабильность его и стабильность тех людей, которые сейчас получают неполную зарплату. 612-939, у нас были звонки, я надеюсь, что они и будут, и мы сможем задать вопросы. Нашему гостю вот по видеочату пришёл такой вопрос, из которого можно понять, наш радиослушатель озабочен проблемой внешнего долга Латвии. Кто-то, правда, говорит, что он небольшой, но всё познаётся в сравнении. Наверное, для Латвии долг достаточно большой. Как вы, в Министерстве финансов, на это смотрите? – Насколько это критично? – На данный момент это не очень критично, но, безусловно, жить на заёмные деньги как для человека, так и для государства – это не очень правильный выбор. – Накладно это всё, да, с учётом процента? – Безусловно, но в последнее время госкасса сделала действительно очень многое, чтобы уменьшить количество денег, которое тратится на обслуживание долга. Но нужно понимать, когда этот долг создался. Это кризис, 8-9 год, и именно там прошла эта программа заимствования, несколько миллиардов евро, и именно в тот момент у нас создался долг. То есть, то, что мы сейчас имеем, это последствия кризиса. Безусловно, было бы приятно иметь бездефицитный бюджет, но с учётом того, что у нас структурно очень много накопилось за это время проблем как в образовании, так и в науке, так и в здравоохранении, все эти проблемы нужно каким-то образом решать. Поэтому бездефицитный бюджет, по нулям выйти и начать уже выплачивать долг, к сожалению, пока не получается. Долг по отношению к нашему ВВП, к новому продукту, он несущественно меняется. Мы находимся в конце тех стран, списка стран с наиболее маленьким долгом по отношению к ВВП. То есть, в этом отношении, конечно, с точки зрения финансов у нас стабильная ситуация. Но в долговременной перспективе всё равно нужно будет думать о возвращении к нулевому бюджету, к бюджету с учётом того, что долг нужно будет вернуть, а не довести ситуацию до того, до чего в течение, скажем, 50 лет умудрилось довести Грециям, когда объём долга настолько большой, что его уже невозможно заплатить. Да, вот у нас есть звонки, будем их принимать. Одевайте, пожалуйста, наушники. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. В этом году вами, но Министерство финансов, значит, нарушена многолетняя традиция. То есть, всегда после принятия бюджета было объявление о примировании работников Министерства. Значит, в этом году этого не было, и тут два варианта. Либо вы не примировали работников, но это, наверное, из области фантастики. Либо, если вы примировали, вы забыли об этом объявить. И вот интересно, значит, на какую сумму в этом году по поводу нашего замечательного бюджета, принятого, значит, со скандалами там по микропредприятиям и лояльности вы примировали своих сотрудников. А вот об этом мы поговорим сразу после перерыва на новости. Такую интригу будем удерживать. Микс-ньюс. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим. О делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Да, продолжаем работу в прямом эфире. Советик министра финансов Юрий Спиридонов. У нас в студии, напомню. Вот мы такую интригу создали. Вот наш радиослушатель обеспокоен премиями в Минфине. Что вы можете поэтому сказать? Да, я попал до того, что не было специального оповещения жителей о премиальных выплаченных. Мне нужно, наверное, на две части разделить ответ. Безусловно, премии выплачивались, но они не связаны напрямую только единственно с бюджетом. В госуправлении есть регулирование, которое определяет то, что по итогам работы человека, который работает в госуправлении, можно премировать в зависимости от результатов, которые он достиг. И это не связано напрямую только с бюджетом. Второй, конечно, момент – это не министр финансов, которого, в общем, я представляю, принимают решения. Для этого в министерствах есть госсекретари. Мы, конечно, знаем общую сумму, но, откровенно говоря, не готовился именно к этому вопросу. Могу сказать на конкретном примере, на примере себя. Я получил примерно 50% от зарплаты. Могу объяснить, за что именно. Не за поправки о лояльности преподавателей, не за микропредприятия, а за то, что мы создавали пакет бюджета. Это 57 сопровождающих законов. Это большой объем. Это очень большой объем. И мы интересы ради проанализировали. Порядка 26 – это законопроекты, которые подавало Министерство финансов. То есть остальные министерства тоже порядка 30. Из этих 26 за 16 законопроектов в парламенте проголосовало больше 70 депутатов. То есть это и позиции, и оппозиции. Все были едины во мнении, что нужно осложнять доступ к нормальной... Вернее, осложнять неоплату налогов для не совсем честных людей различными способами, в том числе и в области такси, в области строительства, в области регистрации предприятий на фиктивных лиц и так далее. Это все было проведено в рамках бюджетного пакета. Конечно, в итоге мы говорим только о тех нормах, которые никому не понравились. Это совершенно естественно. Но интересы ради стоит говорить о тех нормах, которые имеют значение для каждого из нас, поскольку чем меньше будет теневая экономика, тем, соответственно, у нас гораздо больше возможности говорить о повышении, например, необлагаемого минимума. Вот вы уже упомянули частично еврофонды. Все знают, кто следит за новостями, что в следующем году, такой следующий год будет ключевой по освоению этих денег. Почему и что вы ожидаете, вот как министерство финансов, как за счет еврофондов можно стимулировать экономическое развитие и будут ли действительно деньги вложены сюда, куда надо для того, не знаю, чтобы увеличить, не знаю, промышленный рост обеспечить? С европейскими фондами, наверное, сложилась одна такая особенность. Это тоже особенность нашего восприятия европейских фондов. Это деньги развития. Я думаю, что тот человек, который когда-то первым это произнес, он, наверное, не до конца понимал, о чем вообще европейские фонды. Европейские фонды никогда не предусматривались для замены национальных инициатив или каких-то государственных инициатив в росте экономики. И это не спонсорская поддержка Германии, Великобритании и Франции, чтобы создать себе конкурентов на Восточной Европе. Нет, они целевые, но другие задачи. Поэтому наша задача – это, безусловно, умно использовать эти деньги. Но это совершенно не значит, что на эти деньги мы могли бы построить суперновый завод по производству, чего-то такого, чего можно было построить за частные деньги в Германии и Франции и начать конкурировать со странами, которые эти деньги предоставили. Если мы сравниваем, на что тратят деньги Восточная Европа и Западная Европа, то в Западной Европе уже довольно давно акцент на людей. Они вкладывают в образование, очень интенсивно в науку. Если мы посмотрим, что происходит в Восточной Европе, то мы активно строим очистные сооружения, дороги ремонтируем и вкладываем деньги в такую инфраструктуру базовую. Это нужно делать, например, особенно если мы говорим про дороги. У нас недостаточно поддержки государственной в области дорожного строительства, и, безусловно, там нужно вкладывать деньги. Но нужно понимать, что дороги сами по себе не приносят достаточное количество денег. Все-таки в конечном итоге нам нужно заботиться о умных людях, которые остаются здесь работать. Поэтому поддержка молодых ученых, специалистов – это то, что нужно в дальнейшем планировать как основной приоритет. Если можно, хотелось бы тоже о такой теме, которая будоражит умы в последние дни. Вот мы говорили с вами в перерыве о пошлине на машины, которые так называемые иностранные номера носят. То есть не секрет, что часть наших жителей, латвийцев, покупая, допустим, в Литве автомобиль, они там его и регистрировали, и в конечном итоге здесь с ним существовали вполне хорошо. Сейчас это стало шоковым моментом для многих автоводителей. И, собственно, объясните логику принятия подобного решения. Ну, логика решения такая, что это определенный уход от вообще уплаты каких-либо налогов на латвийской территории. То есть почему покупают машину за рубежом? Это не связано, собственно говоря, с ценой автомашины. Ну, а часть есть ценой, там просто и дешевле. Да, но почему дешевле? Потому что до недавнего времени, со следующего года этот налог будет отменен, был налог на регистрацию автомобилей. То есть первое, что делали люди, они избавлялись от необходимости уплаты в латвийской налога на регистрацию автомобиля. Второй момент, поскольку машины иностранные, они не платили эксплуатационный налог, и, соответственно, все остальные финансировали за них ремонт дорог, а не просто по этим дорогам ездили. А поскольку в латвийском топливе не включен компонент акциза именно на дорожное строительство, то есть получалось, что люди ездят по латвийским дорогам, живут здесь постоянно, но не платят, никаким образом не финансируют инфраструктуру. Логика была в этом. И по большому счету мы повторяем то, что во многих странах существует. Мы не создаем какую-то уникальную новую ситуацию, которая только в Латвии будет и больше нигде не будет. Безусловно, будут какие-то ситуации, на которые, наверное, Министерство транспорта, Министерство сообщения могло бы ответить более компетентно, где нужно посмотреть, правильное решение, правильно ли оно действует. Но в целом логика решения заключается в том, что если постоянное место жительства человека – это Латвия, и если человек постоянно использует транспорт на территории Латвии, то хотелось бы, чтобы именно в этой стране он и финансировал ту инфраструктуру, которую он использует. Поэтому, например, если это постоянные жители Эстонии, которые в Латвии приезжают на своей эстонской машине, на него не относятся эти нормы. Речь идет только о тех жителях, которых здесь живут постоянно и постоянно используют. У нас звонки аж по двум линиям. Будем их принимать. Доброе утро. Слушаем вас. – Доброе утро. Мне кажется, что я сейчас привезу факты, что цинично вы говорите по поводу заботы о дорогах. Я вот на днях проехал по дорогам Латвии, они все в колеях выпили. То есть из-за чего? Из-за того, что лесовозы с перевесом просто ездят официально по дорогам Латвии и в Министерство путей. Это разрешение кодовое для лесовозов с целью лоббирования, я думаю, что Федерия, которые принадлежат западным партнерам, стоит всего 150 евро. 2000 лесовозов на 150 евро – это 300 тысяч. А разбиты все дороги. А построить один километр дороги стоит намного дороже. И ни в одной стране, ни Евросоюза, ни в России вот такого дешевого халявного разрешения на этот перевес нет. То есть это ваш стандартный язык. Спасибо большое. Департамент у транспорта вообще. Да, это Министерство сообщений надо больше. Ну, я так понимаю, это уже не первый раз мы слышим про эти перегрузы фур. Да, мы транзитная страна. Спасибо, я думаю, что я возьму это с тобой. Поговорил со своими коллегами в Министерстве сообщения. И проблема заключается вот в чем. Я согласен со слушателем, что есть проблема. Есть определенные какие-то, скажем, предположения, как эту проблему можно решать. Но представляете, что по большому счету слушатель только что нам предложил, он предложил нам повысить налоги. Вот вопрос заключается в том, осознаем ли мы, что это тоже, скажем, это тоже тот самый вопрос о долговременности налоговой политики и так далее. То есть с транзитом он напрямую связан будет? Если бы государство принимало решение, исходя из того, что позвонил слушатель, и давайте поднимем налог, то я думаю, что точно так же у нас было большое количество недовольных людей, которые считали бы, что государство все опять делает неправильно. То есть вот интересный вопрос, как нам будет налоговую политику создавать. С одной стороны, сами люди звонят и предлагают, а с другой стороны, когда государство это предложит, будет совершенно другая реакция. Ну что, еще примем звонки, их очень много, ДВУ, слушаем вас. Только просьба не отключать раньше времени, спасибо большое. Во-первых, радиослушатель, который звонил передо мной, просил не повысить налоги вас, извините, а он просил правильно распределить те налоги, которые вы уже собираете. И дорожный налог тратить на налоги, а не на премии в министерстве финансов. Извините, вы говорите, что вам премию заплатили за разработку 57 законов, а за что вам тогда зарплату платят? Вам зарплату платят за разработку бюджета и всех законов, которые есть им. А премию вы должны получать в том случае, если как минимум налогов больше собрали, чем вы планировали. Если жизнь стала у людей лучше, тогда и вы должны в этом принять участие, а за разработку закона вам зарплату платят. Это второй момент. И третий момент. Машины мы регистрируем в Эстонии и в Литве. Не потому, что там платятся за регистрацию, а теперь вы отменили этот налог копеечный. А потому, что там за техосмотр, за налог дорожный надо платить раз в два года. А этот налог составляет на приличную машину 600 евро. Вот почему там регистрируют. И по этому взведению вот этого нового правила жизнь показывает, что вы только потеряете деньги, а не найдете. Удачи вам в новом году и всего вам всем самого доброго. Спасибо большое. Вот такое мнение. Это даже не вопрос, а такой комментарий. Нет, там два вопроса. Ну, во-первых, я узнал две вещи. Я езжу на неприличной машине, потому что я плачу почему-то не 600 евро, а порядка 60. То есть, ну, очевидно, машина, на которую я езжу, все-таки не совсем соответствует высоким стандартам. Неприличная? Неприличная машина. Второй момент – это по поводу того, что если мы собрали больше налогов, то я могу получить премию. Ну, хочу обрадовать. Мы собрали больше налогов, чем планировали. То есть, соответственно, видимо, все-таки со мной не все так плохо. Но вопрос, кстати, сбора налогов интересный, поскольку в начале года у нас была такая довольно сложная ситуация с службой госдоходов, репутационным кризисом и всеми остальными моментами. На данный момент, ну, сейчас уже почти конец года последней недели, мы видим, что если бы у нас были с самого начала те прогнозы роста экономики, которые существуют на данный момент, мы должны были план сбора налогов в начале года понижать примерно на 50-60 миллионов евро. Мы этого не сделали, и на данный момент мы не только собрали эти 50-60 миллионов, но еще превысили изначальный план года. То есть, сейчас на прошлой неделе план сбора налогов на этот год был полностью выполнен, но сейчас все, что дополнительно приходит в бюджет, это уже сверхплановые доходы с учетом более низкого роста. Скажите, пожалуйста, можно было бы вообще в перспективе, не о сейчас, а в ближайшем времени говорить о том, что, допустим, пенсии могут вообще не облагаться налогом, поскольку, ну, по сути, пенсия – это те же самые налоги, которые человек в течение всей своей жизни выплачивает, и получается, что налоговым облагается налог, и надо иметь в виду, что далеко не все пенсионеры получают по тысяче и более евро, и все-таки налоговое бремя, пусть оно с точки зрения работающего человека не очень большое, но так или иначе для них оно существенно. Можно ли вообще говорить об этом в перспективной такой вот как бы программе, поскольку уже собирались подписи на эту тему? Я думаю, что то, о чем стоит говорить, это нужно говорить об общей декларации на все доходы. И это более перспективная тема с точки зрения, что тогда мы могли бы точно определить количество людей с низкими доходами, и в отношении них применять более щадящую налоговую политику. Поскольку на данный момент в Латвии можно зарабатывать очень разными способами. Можно получать пенсию, одновременно работать, одновременно получать дивиденды с компанией, и данные о том, кто сколько получает, они очень фрагментированы. Но если отвечать прямо на ваш вопрос, то есть поскольку большинство пенсионеров – это не люди, живущие на дивиденды и на дополнительные доходы, безусловно, то наша задача – это обеспечить в рамках налоговой стратегии решение и в отношении этих лиц. То есть когда мы говорим о необлагаемом минимуме, дальше уже включаются, конечно, возможности бюджетной рамки, нам нужно считать, до какого уровня мы могли бы пойти в отношении людей с низкими доходами. Ну то есть этот вопрос рассматривается, есть какие-то надежды, что, допустим, год, два, три, там… Мы не хотели бы такие вещи, скажем, заранее обещать и какие-то обязательства брать на правительство, поскольку это не лишение Министерства финансов одного, это лишение всего правительства в целом. Но то, что нужно понимать, во-первых, инициатива есть, собрано большое количество подписей о решении этой задачи, то есть это один стимул, а второе – это просто объективная реальность. Если мы посмотрим на то, как в Атве живут пенсионеры, какие доходы они располагают, то, безусловно, это одна из тем, где нам нужно найти способ решить их ситуацию более щадящую, чем это было сделано до этого. Так, еще один звонок, но мы успеем принять. Еще раз доброе утро. По дороге машины, напомню вас, господину советнику, что только в Латвии, в Яросоюзе транспортный налог, только в Латвии, в единственной стране. Поэтому с иностранными номерами, когда машины здесь катаются и не платят налог, они нигде его не платят. Это просто как замечание. У меня вопрос будет такой. Вчера здесь утром Хедрик Донусевич, в общем-то, говорил о скандале, связанной с требованием Министерства финансов по замене кассовых аппаратов. Приводил такие цифры. Кассовых аппаратов 60 тысяч стоит аппарат 300, и тарификация аппарата стоит 10 тысяч. Он сказал, министр отказался общаться по этому вопросу с ассоциацией торговцев. Ну, то есть он довольно долго подробно говорил об этом как о скандале. Что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо. Кассовые аппараты. Я могу сказать то, что в середине этого года, даже, скажем так, с весны, руководитель бюро Министерства финансов возглавил рабочую группу, в которой ходит господин Донусевич, которая встречалась в один период раз в две недели, именно со службой госдоходов вместе, по поводу решения этой проблемы. Так что не министр финансов нажимает какие-то магические кнопки, из которых выплевываются кассовые аппараты. Поэтому мы определили человека, который за этот проект отвечает в бюро министра, и встречи с ассоциацией торговцев регулярно проходят, и мне кажется, что они дошли до определенных плодотворных элементов. Во всяком случае, например, в отношении некоторых категорий, я знаю, что эти правила уже были изменены, и я думаю, что перспектива такая, что вообще, если мы смотрим в какой-то долгосрочной перспективе, то попытки угнаться в технологическом процессе за теми, кто, скажем, меняют программу кассовых аппаратов и что-то делают с кассовыми аппаратами, они, конечно, несколько безнадежны. Тут нужно учитывать опять интересный момент. Решение о замене всех кассовых аппаратов было принято два года назад, и имеет ли право каждый новый министр полностью отменять все решения, которые приняли предыдущие министры. Если бы это было так просто, наверное, у нас бы несколько по-другому все складывалось. Но если мы хотим какой-то долговременной государственной политики, то избежать такого, что каждый новый начальник отменяет все решения предыдущего, ну, хотелось бы. Но если они не вполне разумны, скажем, не вполне по силам, допустим, тем, кому они адресованы, я думаю, что надо все-таки в этом действовать. А вот знаете, как интересно? Вот с одной стороны, да, вроде как логика подсказывает. Вот сейчас в декабре 2016 года мы меняли решение по поводу микропредприятий, которое было принято в прошлом году, в 2015 году. И видите, какая-то общая реакция людей на изменение неправильных решений почему-то не была настолько позитивна, как она должна была бы быть. Может быть, надо было все действительно по полочкам разложить и разъяснить, чтобы люди осознали? Потому что каждое новое решение правительством, согласитесь, в нашем обществе воспринимается уже априори в штыки, поскольку все настолько уверовали, что ничего хорошего, допустим, не будет принято для пользы вот конкретного человека, все ожидают только каких-то негативных. Я думаю, что тут вопрос еще в коммуникации между обществом и теми, кто создает эти законодательные акты. Безусловно. Поэтому сегодня, в общем-то, я и здесь, чтобы пытаться больше рассказывать. Спасибо большое. Так вот время у нас очень быстро подошло к концу. Я вижу, что масса звонков продолжается, но, видимо, как-нибудь в следующий раз. Советник министра финансов Юрий Спиридонов у нас был в студии. Большое спасибо.